Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 202. Сгруппируйте слова по признаку. А. Однокоренные слова. Б. Форма одного и того же слова. Какие существительные с суффиксами обозначают людей, а какие предметы. Слова. Мебель. Мебельный. Мебели. Мебельщик. Вставляем букву Е. Это словарное слово. Паркет. Вставляем букву А. Паркет. Паркетного. Словарное слово. Натирает. Натирает. Мы вставляем букву И. Корень ТИР, так как после корня идет суффикс АР. Суффикс А. Натирал. Натирка. Пишем с буквой И. Уборка. Убирала. Убирает. Пишем суффикс БИР с буквой И, так как дальше у нас идет суффикс А. Сгруппируем слова по признакам. А, однокоренные слова. Сюда относятся мебель, мебельный, мебельщик. Вторая группа слов. Подмету. Метет. Третья группа. Паркет. Паркетный. Следующая группа слов. Шкаф. Шкафчик. Натирает. Натирка. Следующая группа слов. Окно. Подоконник. И последняя группа слов. Это уборка. Убирает. Уборщица. Форма одного и того же слова. Мебель. Мебели. Метет. Мести. Паркетный. Паркетного. Шкафчик. Шкафчика. Натирает. Натирал. Окно. Окна. Убирала. Убирает. Одно и то же слово. Только мы его изменяем. Это форма одного и того же слова. Слова. Существительные. Которые обозначают людей. Человека. Это мебельщик и уборщица. Образованы при помощи суффикса щик и щить. Слова, которые обозначают предметы. Это шкафчик. Суффикс ик. И подоконник. Суффиксник. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляю в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok